27 января 1944 года полное снятие блокады Ленинграда, длилась с которой 871 день. К важной дате в истории нашей страны урок мужества. В СОЖ номер 3 члены городской ветеранской организации, сотрудники музея, говорили о подвиге ленинградцев и о тех, кто город защищал. При обороне Ленинграда мужество и отвагу проявили и наши земляки. 226 человек удостроены звания Героя Советского Союза. Среди награжденных были и наши земляки. Это Путер Тимофеевич и Харитонов, затем Стрельцов Владимир Яковлевич. Они получили звание Героя Советского Союза, совершив вот такие бывые подвиги на воздушных поступках к Ленинграду. А вообще у нас по Маршанску насчитывается более 15 человек, которые были награждены медалью за оборону Ленинграда. И более 10 человек, которые были награждены знаком жителей блокадного Ленинграда. Ольга Михайловна Коршунова о блокаде знает не понаслышке. Воспоминания детства с годами в памяти не стерлись. Здесь холод, голод, бомбежки. Как самолеты летят, сразу тревога. Очень громко объявляется в любое время дня и ночи. Вот. Мы все в подвал. Это пока мы жили на третьем этаже, пока до подвала туда. И туда забьемся, сидим. А если бомба попадет, вот у нас попала бомба в соседний подъезд. Когда началась война, топить стало совершенно нечем. Эти кирпичные здания, эти ледяные стены покрывались еще и водой. Потому что не отапливается кирпичный дом, понятно. А в Ленинграде ведь на болотах, на сваях, значит всегда сыро, холодно, печек нет. Потому что отапливалось все с котельных. Вот представьте себе, не один день в холоде закутаться, а три года прожить. В то время ей было всего пять лет. Но дети Ленинграда помогали взрослым, как могли и чем могли. Отоваривали карточки, приносили воду. Я с бетончиком на Неву. Воды ведь нет в этих домах. С бетончиком ползу. У меня колени обмотаны старыми прозвищами, просто порванными ноги. Я ползу. Проруби, они же обледенели и высокие там на Неве. И вот достать этим бетончиком, сзади меня за ноги сестренка держит, чтобы я туда не нырнула. Вот бетончик этот с водой я подцепила, больше я не в силах принести. И мы эту воду несем, а нести нам от Невы далеко. Мы жили на Скороходово, это вот третье, параллельное, возле Невского. Как-то за хлебом очереди были невозможные. Вот в очереди стоим. Да, под конец 150 грамм. С хлебушком иду, бомбежка. Вот знаете как? Упало что-то рядом. Меня к стенке отшвырнуло. А вижу, что вот женщина везет ребенка в коляске. То ничего нет, только ошметки. Вот это вот видеть уже достаточно, чтобы всю оставшуюся жизнь помнить, что такое война. Обращаясь к молодежи, Ольга Михайловна подчеркнула, что главное – это любовь к родине, готовность стать на ее защиту. Но самое главное – войны не допустить. Ведь вы наши будущие защитники и кормильцы. И я надеюсь, что никогда не повторится война. Я бы не хотела видеть. Не хочу, чтобы вы это видели, то, что я видела. 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Очевидцев тех событий с каждым годом становится все меньше и меньше. Тем ценнее их воспоминания и рассказы. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.